не турецкого не знаешь куда идти как два инфаркта в день и схеме а где в мире то нет а где нет инфляции где ее нет а вы пришли не тряси коврами не играй с моим сэнком а вам здесь вообще никто не должен максим как-то плохо на тебя это солнце действует тонко мудро по восточному друзья всем привет доброе утро вы на канале алания жизнь без купюр в этом видео друзья мы с вами поговорим о плюсах минусах жизни о нашем опыте проживания здесь потому что мы здесь буквально через недалин исполнять четыре года как мы на советской земле поговорим о плюсах и минусах что нам нравится что не нравится обратим ваше внимание на какие-то нюансы которые мы пережили до которых мы знаем то что мы наконец-то поняли сами поняли испытали на собственном опыте и поделимся своими впечатлениями смотрите видео до конца друзья а мы начинаем ну что начнем пожалуй самого простого из того что просто на ладони и это воздух солнце море значит вы знаете это на самом деле серьезно почему потому что находясь здесь вот не только это наше мнение но мы у нас большой круг общения у нас много знакомых друзей много подписчиков которые сюда приезжают и какое-то время живут короче все приходит к такому заключению что здесь живется как-то чуть-чуть легче чуть-чуть веселее чуть-чуть люди более счастливые и расслабленные почему да все элементарно большое количество солнца она не подразумевает наличие какого-то стресса депрессии люди все более позитивные все расслабленные а как следствие как следствие это более творческое развитие больше способностей работать больше энергичности отсутствие стресса это немаловажно это как раз очень важно на наш взгляд мы поговорим о плюсах да то есть это один из самых таких плюс это погода природа море солнце вода и стресса и высокий уровень гормона счастья и радости что дает как бы позитивный взгляд на жизнь поэтому что касается да без словно это зачет следующий пункт друзья плавно продолжаем вот как раз эту тему серьезные я оставлю для максима как обычно значит климат а значит что климате очень многие кто здесь пожил короткий срок или только кто планирует приезжал в отель в отпуск считаю что здесь достаточно тяжелый климат как у с какой точки зрения летом июля был здесь крайне жарко и влажно на улице некомфортно живем с кондиционерами а зимой в квартирах типа очень холодно потому что нет центрального отопления значит я вам хочу сказать первый год жизни да именно с этим вы и столкнетесь но человеческий организм это такой механизм который адаптируется к любым условиям мы это же испытывали в первый год жизни на второй на 3 а уж на 4 мы живем здесь комфортно но привыкает организм мы стали легче переносить жару опять друзья правильный выбор квартиры почему потому что хотят почему какую солнечную сторону потому что типа зимой холодно но когда я посмотрю на можно посмотреть на все здания все это южная сторона на почему-то вид на море закрыт шторами постоянно поэтому такой спорный разумный подход но вот на нашем опыте в итоге мы выбрали прекрасную квартиру ориентированную на север распашонка постоянно так вот летают от сквозняка гардины и в общем комфортно и про зиму про зиму да нет центрального отопления но в какие-то дождливые дни мы подтапливаемся но организм привык нам комфортно кстати вы знаете что как живя в холодном климате вы больше остаетесь дольше остаетесь молодыми у нас было подписки подписчица мы с ней так немного общались она с севера откуда-то у нас там чуть ли не с чукотки когда я узнала сколько ей нет я вот так вот просто замерла она как ну да да мы живем в холоде мы заморожены ну ладно это шутка но на самом деле в общем то мы привыкли и нам комфортно сразу за этим следует следующий момент смотрите существует в интернете какие-то стародавние страшилки о том что в зимний период времени поскольку квартиры не имеют центрального отопления там растет какой-то невероятный грибок все вы дышите этим грибком болеете все в плесени послушайте вот сколько мы поменяли квартир а вы если вы наши подписчики вы видели у нас уже был 5 локаций где мы жили ни разу дома и загородные дома друзья разные квартиры разных локаций поэтому поверьте мы знаем о чем мы говорим да значит почему может случиться этот грибок да потому что если вы законсервировали свое жилье все закрыто вы уехали нет отопления конечно нет ведь циркуляции воздуха но что-то там может возникнуть а как вы хотели вы живете у моря а что разве сочи если вы законсервируете свою квартиру в этого вас не возникнет а рассмотрим все средиземное побережье италия испания франция вот пример у нас есть приятельница которая живет в италии у них тоже история зимой у них значит флисовые костюмы с начесом ребят есть в италии живете смотрите нас там же тоже нет вот этого добротного количества газа как в россии чтобы там топиться и открывать форточки до спят все в пижамах грелки теплые электрические простыни это все европейские страны примерно так себя чувствуют многие которые находятся на море то есть если вы живете круглый год своей квартире зимой где-то кондиционером посушили воздух где-то включили обогреватель на какое-то время у вас проветривание ничего вам вот это вот плесневение никакое не грозит поверьте это на нашем опыте это какие-то старые старые страшилки что здесь хорошие если вы живете в каком-то хорошем комплексе то безусловно один из больших плюсов это возможность пользоваться какой-то инфраструктурой да мы живем в комплексе у нас есть и баня и хамам и сауна и спортзал бассейны зимние открыт и так далее конечно айдат по сравнению допустим с какими-то коммунальные платежами мы из россии который мы платим конечно это недорого 50 евро за то что ты можешь пользоваться там всеми благами играть бильярд тренироваться париться купаться это вообще я считаю очень недорого это без словно тоже большой плюс потому что эта инфраструктура да а большая инфраструктура вообще не позволяет какое-то время вообще не выходить на территорию кстати мазать это рекомплексе мы тоже долго вот москве в центре прям да вот работал по недвижимости вот поделись с людьми вообще у нас много в москве таких комплексов они на самом деле не но есть уже до самом деле уже достаточно серьезно дома их уже много но выбор такой инфраструктуру скорее всего нет москве то эти дома которые можно почитать будет может быть даже по пальцам друзья вообще за четыре года все-таки у нас разговор о том чтобы прожили четыре года и сделали какие-то выводы я хочу сказать что приехал сюда четыре года назад мы попали в одну аланью а спустя четыре года это совсем другая аланья вот это серьезно вот это самое главное наблюдение значит что изменилось сюда приехало огромное количество совершенно других людей значит смотрите коротко сформулирую так четыре года назад к примеру махмутлар раз мы там живем это был знаете такой дачный поселок но серьезно там в основном были бабушки дедушки с внучками причем знаете такой расслабленный был дресс-код такие халатики трикотажные на пуговках и вот это в шлепках все из дома на море и с детками сейчас все иначе приехали такие интересные люди в последний вот год полтора ну даже два очень интересные много приехала молодежи приехала много дерзающих энергичных какими-то идеями умные образованные и естественно это завалит повлекло за собой развитие значит что появилось очень много интересных заведений кстати у нас будет в последующем видео где мы будем показывать интересные места вот как на заметку где воспользоваться примеру раньше книг на русском языке там и детских и взрослых было не раздобыть сейчас очень много открыли точек где это продается русская кухня много мест европейской и русской кухни русские ну не русские нет скажем так наши привычные с постсоветского пространства магазины с продуктами теперь здесь можно купить все даже свинину в любом ее виде ну понимаете о чем я да потом всевозможные творческие клубы значит занятия приехали столько молодых спортивных девочек которые ведут йогу йогу и спортивных залах и йога и на улице и где-то еще различные фитнес занятия клубы по интересам здесь постоянно организуются какие-то творческие встречи как деловые завтраки обмен опытом то есть то есть жизнь стала на самом деле веселее разнообразнее и интереснее более того сам район разрастается уже там 3 улице появились 4 появились улице очень много застройки очень много новых домов правильно повторюсь да поддержу тебя лент что действительно публика на самом деле изменилась опять же инфраструктура города на последнее время на самом деле улучшились в разы взять примеру район кистель да друзья если раньше там три года назад нужно было ближайший магазин на пилить неважно сейчас там вообще даже магазины какие-то компании вот все что угодно друзья на любой вкус и цвет не узнать на самом деле плюс реконструкция там набережной дороги центр алани конечно безусловно алани разорсается и связи с этих событий мы заметили какие-то определенные миграции да то есть люди которые на умение состоятельные они все-таки уезжают региональную турцию либо еще немножко южнее двигаются да кто более состоятельный кто более платежеспособен они все-таки остаются в алани почему-то что алани сейчас надо момент остается гордым для богатых и здоровых так можно сказать извините за это самое сейчас вернемся вопрос сказал да для здоровых потому что вы знаете вот очень немаловажный вопрос который мы разбирались все эти четыре года но пришли к какому-то выводу что до конца не разобрались это вопрос касается медицины давайте начнем с того что все-таки алани это провинциальный город несмотря на то что здесь он так популярен среди туристов среди там приезжающих на отдых и на какое-то время но все-таки это провинция да здесь много госпиталей много медицинских учреждений но все-таки хотя они и стараются какого-то такого максимального уровня они пока не достигли если случается какая-то проблема серьезная например нужно оперироваться по серьезному поводу там серьезное обследование имейте ввиду что вам все-таки придется поехать или в анталью или уж вообще возможно стабула или в анкару ну вот это как минус это мы вам сразу говорим чтобы это понимали кроме того медицина здесь все-таки не дешевая но это так во всем мире она страховая значит как вы себя застрахуете сколько заплатите за эту страховку но опять же кто вот наши подписчики живет в евро во многих европейских государствах в сша в том числе и в канаде у нас есть подписчики мы с ними общались система такая же также все работает ты страхуешься как застраховался на такую как бы помощь от страховой компании потом ты и рассчитываешь это нужно понимать хотя здесь есть базовая медицинская помощь при наличии внж бесплатные у нас есть видео на эту тему посмотрите на минимум можно рассчитывать но все-таки нужно понимать что нужны деньги деньги на то чтобы серьезно если что заниматься своим здоровьем ну вот примеру до пример да у нас так у нас открыт компания инвестиционная компания друзья у нас есть страховка бакур государства страховка чтобы понимали да цена на семью это четыре нас на данный момент в районе четырех тысяч турецких лет в месяц в месяц да то есть переведите это в евро в год то есть получает в районе 1600 1700 евро да то есть на эту страховку может грубо говоря прикидает вся семья несовершеннолетние дети если таковы и есть первыми второй момент по поводу того что не то что слабо медицина нет ну какого-то оперативную помочь здесь я уверен окажут достойно здесь очень интересно поставлено и очень классно налажена система диагностики диагностики да абсолютно верно очень быстро сдается анализ очень быстро диагностирует никаких очередей чтобы сделать там мрт или какие-то серьезно лица вообще с этим проблем нет нас очень быстро и доступно вопрос уже когда лечиться где хотя я знаю пример у меня одного друга там мама лежала с инсультом и его прооперировали в течение одного дня и через день ее выписали домой на самом деле она дала операция была да поэтому нет вот как бы да да это стоит денег дать безусловно дорого боль того если у вас есть государственная страховка с агк вы можете по ней лечиться не просто государственной больницы а в частной больнице у вас будет просто вас не шибли будет лечение процент на 50-40 это точно а эти 60 процентов можно покрыть другой страховка друзья который тоже сейчас есть вот в обычном купили страховку у нас там обошлась 12000 турецких лир по тем временам это было где-то чуть меньше там 12 500 евро то есть это страхов покрывать другие затрат которые покрывается века поэтому при какой-то умелости при каком-то знании в принципе тут можно но без словно это не дешево на самом деле поэтому не болейте друзья опять желание для здоровых спорт ходьба с палками и так далее и что еще еще по минусам давай пройдемся по минусам друзья инфляция конечно она огромная здесь цены выросли да опять же смотрите друзья опять же по поводу цен лайфхак как угодно вы вот мы живем махмутларе да ведь нас рынок вторник и субботник зайдите субботний рынок посмотрите какие цены друзья а вот я вам снял сегодня цены я сегодня был утром джиг джили на рынке я снял цены посмотрите друзья баклажан я купил по 7 лет помидоры я купил по 10 лет черешни друзья я купил по 30 лет потому что ты не очень туристический абсолютно верно друзья более того есть пятница пятничный рынок который находится рядом с нюфузом там цены раза в два дешевле чем на рынке в субботнем допустим в махмутларе я несколько дней назад заезжал ну просто остановился рядом какого-то развала черешня 120 лет я что-то прям смысле 120 лет пожалуйста друзья сегодня купил по 30 лет но люди которые сюда приезжают и которые имеют какую-то работу удаленную работу и получает зарплату в валюте то принципе для них на самом деле не особо то все это изменилось максимум с другой стороны я хочу сказать а где нет инфляции хорошо вот давайте наши дорогие подписчики которые живут в разных странах подключаетесь и напишите посмотрите там свою статистику или может быть вы знаете по своей стране какой уровень инфляции в ваших странах где ее нет куда юрсоюз 8 доллар тоже 8 годовых поэтому валюте ну теперь давайте вот а плюс сейчас качество качество опять же качество друзья по разу может рассуждать кто-то говорит что много химии дождь чернозема нет кто-то еще говорит ну друзья нам тоже выбирать где выбирать как покупать ну да есть химия где в мире то нет что в европе так много земель который плодородный как там выращивали но они все с турции спортив хотя вы понимаете что выросла во всяком случае на базаре это не где-то зеленые сорвали там через море транспортировали вот сезонно вырастили вот сейчас выросла на деревьях черешни мы ее по 120 лет напихать опять же мясо друзья да мясо дороже мясо дороже в маске в любом случае нет я созванивались просто дороже мясо курица рыба ну рыбак не рыба дешевле рыба дешевле да однозначно вот например дорадо который мы здесь едим постоянно причем на есть из фермы из моря она почти два раза здесь дешевле вот мама была она вернулась в москву побежала найти купить это дорадо и разница ровно может она вас вазбуку скуса просто заглянула нет я хочу просто обратить ваш внимание друзья все это всего лишь наше мнение она не может быть объективным в полной мере почему потому что кому-то нравится кому-то не нравится да опять же кто-то смотрит в лужу видит звезды кто-то видит грязь это всего лишь на нам все нравится но однозначно нравится вот опять же да это наше субъективное мнение но общаясь с людьми вот я повторюсь у нас очень много большой круг общения те кто здесь хоть чуть-чуть пожил всем начинает нравиться какой-то знаете этот город он какой-то магии обладает я даже не знаю в чем этот секрет но по большому счету людям здесь нравится жить жизнь такая вещь да сложно нужно же работать зарабатывать кормить семью там заниматься каким-то бизнесом вот кстати мы подошли к серьезному опять же по поводу работы бизнеса на работе максим опять же по поводу работы вообще бизнес в турции открытие на самом деле все очень просто коммуникации с государственным органом на самом деле проходит очень спокойно никаких как правило проволочек нет все очень быстро четко открыть компанию тебя занимает буквально там 45 дней просто нужно прежде чем открывать какой-то бизнес нужно себе просчитать полностью да так как для того чтобы здесь работать а именно получить рабочую визу вы должны оформить на работы 5 турецких граждан то есть да а каждому на платить сгк зарплату мы знаем что минимальная зарплата сейчас поднялась до 11 с половиной тысяч туристов на 30 процентов даже просто взять понимать маржинальность своего бизнеса развиваться можно в любых разных абсолютно направлениях начиная с сельским хозяйством заканчивая каким строительством и еще ребят но это все должно быть просчитано ну кстати по поводу такси искала интересную фразу коммуникации с госорганами как бы несложная вот я даже на своем таком бытовом уровне это отметила во первых хочу сказать все таки мы убедились мы на сто процентов уверенность турки очень толерантные и дружелюбные конечно из каждого правила есть исключение но в целом вот характеризует народ дружелюбие толерантность вот например я на бытовом уровне заплатить пойти налог там да я этим занимаюсь на недвижимость приходишь бельдие ну тебя сопровождают ты стоишь такой не турецкого не знаешь куда идти тебе тут что вы хотите вот туда покажут расскажут помашут давай иди иди к этому окну давай друзья пока вы заплатите заплате деньги для вас все это самое все это нормально но с другой стороны тут как бы и можно и так рассуждать можно и так рассуждать почему потому что есть взаимоотношения по бизнесу с турецкими гражданами так далее на самом деле все очень непросто я считаю вообще неправильный вопрос плюсы и минусы жизни в турции ты либо с этим живешь либо не живешь нельзя тут говорить плюс и минус плохо и так далее потому что это не прогулка допустим из москвы подмосковный какой-нибудь город там какой хотите либо еще откуда-то там да почему-то меня удивляет сеть полемики фейсбуке там как и других соцсетях все приезжают начиная какую-то недовольство начинать какой-то вечно срач а почему здесь то очень так они должны они 5 другая станды я вам здесь вообще никто не должен от слова совсем да вам не нравится ваш сосед трясет коврами над вашим балконом они все же они же но они всю жизнь если ребят а вы бы сегодня не тряси коврами послушай ну может быть надо было как-то выбрать другой локации еще что-то может быть по-другому на эту вещь посмотреть но они же но мы не мы не можем приезжать в другую страну и начинать учиться учить их ребят идите нафиг поэтому везде срач на разных собраниях на фиганик на коммуникациях на детских площадках дети мамашка не играй с моим сынком актер мою мать дивизия нельзя так друзья нельзя поэтому минус это или плюс опять же нет работы бизнеса может быть найти по бытовым вопросам так не коммуницирует а вот я вот скажу занимаюсь там бы там домашними делами я вообще не испытала здесь не испытываю вот с первого года и до настоящего момента никаких сложностей в коммуникации нигде я встречаюсь только с дружелюби мне несложно пойти налоговый учет там заплатить там поликлинику тоже берите потому что ты всегда все в позитив магазин на базар никогда у меня здесь не было сложностей вот несложно и все но я опять же призываю друзья не нужны сломать ни с кем копья всегда должен быть даже доброжелюдно тонко мудро по восточному вот совет просто просто не нужно ни с кем про выяснять какие-то отношения другая страна друзья другие люди другой другой менталитет к чему еще мы не можем привыкнуть это к транспорту к вождению местных ребят которые покупали и получили не знаю где отучились на право меня бывает два микро инфаркта почему потому что не поворот не это самое не дистанцию то есть конечно полный трэш поворот налево он поворачивать направо из крайне вправо ряду он может повернуть налево доставок еще тебе будет сигнале потому что не правда либо ты есть он тебе в жопу подъезжать ты получаешь поворотник правый за 100 метров будешь по работе начинающую сигналить максим как служба на тебя это солнце действует почему тебе это минус и стресс я не это просто минал как два инфаркта в день конечно это самое если ты живу потому что москве стрессовала больше вот честно знаете вот я кстати вас разговаривая с людьми вот по поводу вождения а знаете в какой к вы выводу пришла короче кто жил большой городах например ну к примеру москва да и там управлял автомобилем водил то был московском трафике кто-то приехал сюда говорит о здесь отлично я не там все равно все-таки как-то городах более тихих был в трафике туда говорит тут самая проблема друзья вот подведу непредсказуемость турецкого водителя но если опять же вот эту тему развивать дальше с транспортом вот мы уже у нас было видео мы об этом говорили международные сообщения тут вот опять мы пользовались просто на великолепном уровне просто на великолепном огромные шикарные комфортабельные автобусы со стюардами с кино с интернетом даже когда вы едете к примеру вот в анталью вот вас нет автомобиля из алании только что вот тимур сын его отвезла на вокзал он поехал к друзьям в анталью шикарный комфортабельный автобус его там сейчас попоят булочку дадут под кондиционером и так вся страна такая разветвленная сеть шикарных дорог до максимума путешествия конечно можно просто пересмотреть не пересмотреть да так ну смотрите еще один серьезный вопрос из серьезного это образование пример вы сюда переехали у вас есть дети станет вопрос что с образованием во первых начнем с того что детские сады если маленькие дети детских садов государственных можно сказать нет ну почти нет это крайне редкое явление туда вот такая много километровая очередь не факт что вы вообще попадете поэтому с детскими садами история ну платная история выбор есть сейчас появились международные интернациональные частные детские сады с прекрасными условиями с образованием с развитием детей но вот как бы платить нужно дальше пришло дело пойти ребенку в школу если у вас есть и бнж вы можете пойти совершенно легко вообще без проблем государственную школу и кстати школы здесь строятся постоянно школ здесь очень много но надо признаться образование в эти государственных школах так себе как-то все это все на расслабоне но вот чисто турецкие школы здесь скажем так не высокого уровня если вы хотите дать ребенку хорошее качественное образование кстати у нас было видео о школах весь есть частные школы и они очень хорошего высокого качества есть только школа средняя там старшая есть уже с колледжами есть колледжи которые в одной связке с университетами да это не дешево но очень хорошего уровня образования и высшее образование да есть у нас университет знаменитый университет аладина кейкубата если у вас есть интерес вы можете самостоятельно зайти погуглить как говорится и посмотреть какой там профессорский преподавательский состав ого-го а в прошлом году реально в прошлом году был такой приток иностранных студентов что было 18 человек на место среди иностранцев это при том что это платное образование так что делайте выводы ну вот с образованием как-то так я знаете честно говоря я думаю что может быть и в россии так если вы хотите дать ребенку хорошее образование васера нутро тратитесь вы тратитесь на репетиторов вы тратитесь на какое-то дополнительное образование и так далее пишите интересно узнать друзья мы немножко знать и с тем в тему до делится какими своими впечатлениями какими-то каким-то опытом да но опять же что плюс минус на какой-то ток может подвести вот 4 года что ну не знаем и ничего не пожалели на что мы живем на что мы зарабатываем да друзья у нас есть инвестиционной компании у нас есть youtube канал у нас есть телеграм-канал у нас есть еще площадка бесплатных объявлений в турции и так далее более того мы начинаем сейчас строительство то есть планы на самом деле дальше работать развиваться если вы следите за нашим каналом в телеграм-канале обязательно подписывайтесь и ссылки будут в описании то узнать очень много полезного интересно вообще наш youtube канал был создан для того чтобы ну действительно рассказать людям может быть даже в какой-то степени где-то предостеречь почему потому что да мы может быть иногда сейчас последний вообще мы снимаем по-разному до меня больше работа у лены больше там какие-то другие повседневные дела но в любом случае посыл нашего нашего youtube канала вот реально рассказать людям то есть мы не ходим и снимаем как магазинчик шортики да как бы ну зачем мне блин а хочется ты как полезно нести почему потому что очень много по моей работе очень внутри это реально на самом деле могли попасть так просто ногами в жир что у мамы не горють благодаря 1 2 3 5 10 какие-то вопросы ответы на ответы ситуация выравнивается ситуации были спасены ситуации были выровнены поэтому они судите строго нас друзья пытаемся помочь кстати вот если кто-то наш постоянный подписчик вы наверное заметили что у нас всегда есть обратная связь и нам иногда просто даже не по сути какого-то видео задают вопрос вот недавно совершенно посторонним видео человек спросил а где найти хороший сервис нужна малярка мы-то знаем где кстати мы пытаемся скоро снять его это наш русскоязычный сервис то есть вот как-то стараемся до помогать для этого собственно говоря да друзья я хочу обратить внимание если мы снимаем какой-то ресторан как и 5 в абсолютно не думать это проплатил вообще зачем почему мы просто раскрываем интерес к местах если эти кто-то ребят поверьте мы зарабатываем абсолютно на других вещах и так далее это для вас до попробовать что-то рассказать но опять же друзья есть вы планируете переезжать сюда дать большой ремарк я иногда там telegram канале площадь делаю постики по поводу криптовалюты так далее новые друзья изучайте изучайте новые профессии обладеватель новыми профессиями которые можно заработать в интернете то есть неважно в турции вы живете ли или что или еще где-то живете сколько вам лет 30 либо 50 либо штат все это доступно только на самом деле интересного есть возможность можно зарабатывать деньги друзья находясь вообще в любой точке мира имея определенную базу знаний и компьютер поэтому не ленитесь всем всем успехов добра всем добра всем счастья всем терпения в нашей непростой жизни безусловно мы ни разу не пожалели что мы сюда переехали это первое абсолютно второе без слов нужно работать нужно развиваться нужно как-то двигаться вперед третье мы социализировались это сделать здесь несложно у нас свой большой круг общения и мы знаем куда пойти с кем провести время где получить нужную информацию и просто встретиться с нужными людьми все друзья спасибо что смотрели наше нужно видео до конца всех обняли приподняли всего доброго и пока